Продолжаем. Ежегодно количество транспорта на наших дорогах только растет, и наряду с удобствами, которые автомобиль доставляет своему хозяину, он наносит вред экологии выхлопными газами. О том, как соликамские школьники принимают участие в поисках решения данной проблемы, расскажем прямо сейчас. Юные инспекторы дорожного движения из детского центра «Вираж» сегодня вышли на улицы города, чтобы напомнить автомобилистам о культуре вождения и об уважительном отношении к матушке природе. Мы раздаем листовки, так как у нас город не очень сильно чистый, и просим водителей, чтобы они проводили технические осмотры и следили за мусором. Акция «Любимому городу. Чистый воздух» уже второй год организуют и проводят специалисты отдела экологии администрации города при активной поддержке ГИБДД и воспитанников детского центра «Вираж». Мы участвуем уже не первый год в этой акции. Дети молодцы, они активно принимают участие. Это большая подспорь для взрослых, потому что они прислушиваются к детям и надеются, что они в дальнейшем будут соблюдать правила экологической безопасности, чтобы наш город был чистый и довольно-таки благоприятный для будущего поколения. Сегодня проводится акция «Любимому городу. Чистый воздух». Мы вам вручаем листовочку, в свое время напроходите техническое обслуживание данного автотранспорта и непосредственно не выбрасывайте мусор в окно, когда проезжайте на третью часть. Водители терялись, не знали, что сказать данному сотруднику ГИБДД. Когда дети подходили, водители расслаблялись, улыбались и говорили спасибо, что есть такая операция у нас. «Любимому городу. Чистый воздух». Я думаю, что ребята хорошо справились с данной задачей. Чаще бы проводить такие мероприятия. Цель такой акции – это экологическое воспитание автовладельцев. Ведь один легковой автомобиль ежедневно поглощает в среднем 4 тонны кислорода, а выпускает только выхлопные газы, которые содержат в себе по меньшей мере 200 различных веществ. И сократить количество вредных веществ в атмосфере можно, если заменить бензин в авто на газ и дешевле, и безопаснее. И никакого вреда для экологии. Несмотря на то, что акция у нас проводится второй год, но видим, что город наш становится благоприятнее, чище. То есть водители стали уже дисциплинированы и меньше стали выбрасывать из окон своих автотранспортов непосредственно бумажки, всякие разные фантики и все такое подобное. Помимо пропаганды за чистоту воздуха, юные инспектора напомнили водителям и о том, что за загрязнение дорожного покрытия автомобилист может быть привлечен к административной ответственности. А также он может понести штраф в размере от 1,5 до 200 тысяч рублей. Так что мусорить на дороге не только безответственно и некрасиво, но еще и наказуемо.